Нужно вам именно скачивать и подписываться на тот менеджер или на этот? И в чем отличие? Какая компания заточена на закрытие неудобств в рабочем процессе? А какая работает как корпорация и заточена на высасывании денег? Привет, ребятушки, это Антоха Бустер и снова я хотел бы с вами поговорить про звуки. А именно звуковые менеджеры. Было у меня видео, вот здесь посмотри, которое отвечает на вопрос, где искать звуки. Сегодня я бы хотел дать вам фидбэк и отзыв на использование звуковых менеджеров, которые упрощают и ускоряют нашу работу. Их достаточно большое множество и все они отличаются как ценником, так и интерфейсом, так и системой подписной. Ну то есть много всяких приколюх. Поехали, давайте пробежимся по каждому. Первый, который я бы порекомендовал, Splice. Я знаю, как они работают. Splice в основном заточен для музыкантов, которые пишут музыку и любят использовать лупы различные. Здесь мы в браузере сразу можем потрогать определенные, скажем так, категории и увидеть, что здесь достаточно неплохая иерархия архитектуры сайтов и сэмпловая система работает. Помимо вот этих лупов, там также вы найдете и звуки. Кому бы я посоветовал? Наверное, все-таки музыкальным ребятам. Следующий очень похожий сервис это Loop Cloud. Глядя на сайт, сразу мы понимаем четко тоже, что здесь работа идет на ребят, кто пишет музыку. И в основном это лупы, музыкальные всякие звуки, которые дадут вам действительно неплохое звучание, если вы занимаетесь музыкой. Поэтому присмотритесь. Start Free Trial дает ежемесячные звуки до 100 бесплатных. Доступ к 4 миллионам звуков. Неплохо, неплохо. Плагин синхронизации Loop Cloud. Ну, короче, 1 евро, либо 11 евро в месяц. Вот эта подписка интересная достаточно. Я бы к ней присмотрелся, но пока не горю с желанием, потому что попробовал уже и так штуки 3-4 разных. И поэтому пора остановиться. Я остановился на одном из них. Ну, у Сплайса все то же самое. Даже тут сразу видно 100, 1. Но у них есть 5 долларов и 10 долларов. То есть они в разы дешевле. Но с точки зрения функционала не скажу, потому что надо сравнивать. Ну, плюс-минус одно и то же. В общем, вот эти два сайта заточены для музыкантов. Имейте это в виду. Дальше у нас такой менеджер, как Soundly. Политика компании всех с точки зрения оплат. Сами знаете, какая сейчас. И тут ничего нового вы не узнаете. Был даже интересный разговор после того, как стартовали вот эти ужасные события в нашей стране. И об этих взаимодействиях я рассказал на своем Boosty, чтобы сейчас не тратить ваше время. У них бесплатные звуки, что немаловажно для людей, которые непрофессионально занимаются звуком. Это 10 тысяч local files. Возможность добавить свои звуки. Soundly Free Library, по-моему, там до 2,5 тысячи звуков бесплатных. Они здесь об этом не говорят. Ну, в общем, есть всякие приколюхи. Присмотритесь. 15 долларов в месяц, 13 долларов, если при оплате за год. И вот 10 долларов за 24 часа использования. На случай, если вы делаете какой-то проект, купили подписочку, сделали, сдали. Все, молодцы. Но, сами понимаете, иногда прилетают правки, и тогда уже это выходит в копеечку. Проще купить на месяц подписочку и спокойно жить. Следующий сайт у нас Basehead. Показался мне очень громоздким. Айдентика вот эта, да, как так называемая. Она действительно как будто бы оставляет желать лучшего. Еще и что-то он перестал работать без VPN. Или, может быть, у меня тормозит интернет. Какие самые ключевые преимущества здесь могу сказать? У них есть рассрочка. И это немаловажно рассрочка оплаты. Здесь достаточно гибкая система с точки зрения оплаты. Ну, есть всякие приколюхи типа покупки облачного хранилища. Куча всяких непонятных вариантов оплаты. Ну, то есть, нагроможден, нагроможден сайт. И также это ощущается функционально. Но достаточно мобильный мануал, да, с точки зрения понимания, как, что, куда нажимать. Если знаете наши российские аналоги, то пишите. Но я уверен, что таких нет. Короче, здесь разные варианты подписки. Следующий у нас это SoundQ. Вот с ними, конечно, есть вопросики. Я недавно купил подписочку тупо, чтобы посмотреть и понять, как это все работает. Саундли мне не отвечали. А кто подписан на Boosty, понимает, как я с ними взаимодействую. И в данном случае я решил присмотреться к SoundQ. Потому что визуально они достаточно напоминают SoundQ. И, скорее всего, опять же, это конкуренты, которые пытаются выйти на рынок. И в целом достаточно известная Pro Sound Effects компания. В основном они заточены на библиотеке звуков. И я считаю, что это обман чистой воды. Даже вот эта история мне уже не нравится. Потому что то ли ты отдельная компания, то ли ты продаешь это самое, свои звуки, то ли менеджер. Ну, короче, очень все запутано. И здесь даже на сайте нету информации планов и прайсингов. А я вам скажу. Ценник 12 долларов в месяц. У них такая система, то есть привязка к своей библиотеке, сайту, да. И помимо этой подписки, которую ты платишь за год, ты еще должен лицензировать каждый звук. А каждый звук лицензирования это 4 доллара. 3-4 доллара в среднем. Ну, в общем, это все сервисы, которые мне известны. Напишите в комментариях, если вы знаете еще какие-либо сервисы. И я буду рад почитать и сделать также на них обзор. Все, с вами был Антоха Бустер. Я надеюсь, это видео показалось вам или оказалось полезным. И обязательно пишите мне в комментарии об этом. До скорых встреч. Пока-пока.